приветствуем приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы в этой теплице когда я раньше еще не сеяла сидераты то выращивала редис сеяла в рядочки но сейчас мы готовим вот эти сидераты под перекопку они у нас замечательные большие здесь цветы здесь все у нас растет поэтому а хочется свеженького редиса хочется уже хрумать витаминчики поэтому мы переходим другому виду посева редиса и мы сейчас вам его покажем уже несколько лет подряд мы высеваем редис в кассеты я как-то фотографировала камера когда еще не работала и у меня был в социальных сетях уже рассказ об этом но сегодня я хочу снять видео и показать что и почему и как я использую для того чтобы вырастить ранний редис в кассетах хотя у нас на улице вот такой редис есть сейчас это был посев осенний мы в ноябре в декабре собирались за теплого года но и после зимы после зимы видите какие корешки но я их вырвала не для того чтобы показать что есть редис а хочу показать почему я выбрала именно этот размер кассет это семерка так называемая значит в диаметре здесь идет 7 сантиметров и высота 7 сантиметров это получается идеально вот видите для того чтобы посеять и чтобы вырос среди редис вот идеально для такой высоты для вот еще можно вот так вот видите но чуть чуть больше вот такая глубина будет для того чтобы сформировался хорошо корнеплод нужно определенной глубина если будет кассета поменьше не получается будут листья ну и второй важный момент кроме кассеты которые мы выбрали семерочки очень важно плодородный грудь и удобрения удобрения я не использую никаких почему потому что использую вот такой грунт готовлю это у меня дерновая земля прошлогодняя я ее пересеяла и сюда же добавила кокосовый субстрат замоченный в какой пропорции нужен очень рыхлый такой грунт корнеплоды формируется красиво когда грунт такой воздушный поэтому я беру две части то есть если я и как части 8 баночек вот зерновой земли и две части кокосового субстрата две баночки кокосового субстрата это называется пропорция 8 к 2 это сразу же отвечает на вопросы тех кто не понимает что такое за пропорция если это будет пропорция 7 к 3 значит 7 частей земли и три части вот этой кокосового субстрата или какого-то другого продукта но я очень люблю кокосовый субстрат и закупаем мы его с коллегой прямо с киева из центрального магазина не магазина это интернет магазин поставщик и получается очень дешевый он если его покупать в магазине маленькими объемами то распасовка очень дорогая так вот приготовила вот такую почвогрунт для редиса в котором есть в дерновой земле есть все необходимые компоненты плюс кокосовый субстрат в котором есть калий кальций магний и еще множество различных нужных микро макроэлементов которые нужны для корнеплодов это тоже есть и вот я что делаю значит почвогрунт у нас подготовлен и теперь я засыпаю вот у меня уже засыпаны засыпаю вот эти ячеечки но засыпать просто вот так вот их и не прижимать это будет воздушной подушки поэтому я слегка вот у меня уже здесь сделано слегка прижимаю прижала лишнее в следующий давайте я вам покажу просто несколько штук чтобы было видно и понятно что я буду делать следующий этап когда я уже засыпала у нас есть кассеты у нас есть почвогрунт я использую обязательно земля влажная но обязательно при посеве нужно у меня есть вот фитоспорин паста именно паста я развела вот такой цвет у нее и у меня вот на семерочку уже отработано я вот заливаю две ложки по всему периметру если залить три ложки то получается вытекает но очень дорогая это ценная вещь фитоспорин поэтому достаточно две ложки во влажный грунт вот оно у нас вот так получилось еще здесь рядышком сейчас залью четыре ячейки уже вот четыре ячейки у меня посеяны одна и две ложки если просто лейкой поливать сверху оно растечется где-то будет больше где-то меньше но я хочу чтобы у меня получилось очень хорошие корнеплоды я специально сейчас покажу семена поэтому я вот это время выделяю для того чтобы каждая семечка каждое растение чувствовала себя комфортно и естественно дарила мне хороший урожай и вот я сегодня буду сеять вот очень интересно мне нравятся вот эти упаковочки они уже у меня испытаны эти три сорта редиса саксу я уже использовала эти я еще не знаю но уже из опыта именно вот в этих пакетиках очень хорошие качественные семена каждая семечка прорастает и соответствует названию плюс вот в этой бумажечки семена были обработаны подкормочка тут есть своеобразная и мягенькая такая вот этот тканью бумажечка которая размокает и растюшка то есть семечка спокойно себе прорастает но вот чтобы ее посеять ведь у меня ровная я делаю углубление по центру один сантиметр вот такие углубления и вот в каждую ячеечку по центру ставлю эти как легко это делается по одной семечке можно один сорт потом второй сорт вот вот так можно я так два рядочка одного сорта два рядочка другого потом она очень красиво получается хочешь хочешь что смотрите один сантиметр глубина что теперь я делаю очень важный момент я беру кокосовый субстрат и прикладываю для чего я это делаю закрывая кокосовым субстратом это питательная воздушная и удерживающая влагу смесь такая очень важная этот продукт очень ценный и я его закрываю влага есть фитоспорин есть подкормочка есть все есть и остается после этого посева вот такое укрытие здесь у меня уже посеяно вот смотрите укрываю пленочкой днем у меня находится когда вот такая температура сегодня прохладно у нас поднимаю надо редису хорошая температура это 12 18 для того чтобы она росла и всходила ну а на ночь и так и холодно можно опустить на землю здесь легко все продумано у нас здесь такое как корыто вот металлическая легко его спускать на землю и укрывать пленкой если нужно еще и укрыть агроволокном после всходов естественно с ними пленочку и будут поливы будет уход вот такая сегодня тема тема посева редиса в кассеты специальные семена ну и рассказала какой редис мы посеяли еще осенью и использовали и в ягаре месяце прощаемся с вами раиса горяченко и александр волик подготовили это видео для вас прощаемся всего доброго до новых встреч в новых видео до новых встреч